Всем привет, с вами Нил Найт и сегодня мы будем запускать игры Super Nintendo на компьютере. Для этого нам понадобится образ игры и эмулятор. Самый лучший из всех, что я нашел, это B-SNES. Запускаем эмулятор и настраиваем. Начнем с настройки геймпада. Заходим в Settings, Input. Здесь настраивается управление. Не знаю, как это нормально объяснить, поэтому скажу, как получится. Вот так выглядит джойстик Super Nintendo, а так мой геймпад. И мне нужно свой геймпад настроить, соответственно, кнопкам джойстика эмулятора. Например, клавиша A находится справа. Я кликаю двойным щелчком левой кнопки мыши на строку с аббревиатурой A. Она переходит в режим ожидания выбора клавиши. И нажав на правую клавишу геймпада, закрепляю ее на этом действии. Теперь во время игры на эмуляторе, нажав на эту клавишу геймпада, будет происходить нажатие клавиши джойстика на эмуляторе. Да, чё-то я вообще писец, как объясняю. Возможно, настраиваю немного неправильно, поэтому выложил более правильные настройки для разных стандартов подключения. Но это не точно. Итак, геймпад настроен. Чтобы запустить игру, просто перетаскиваем ее файл в окно эмулятора, и игра запускается. Также можно зайти в Systemload Game и искать там игру. Но это такая мура, что проще перетащить саму игру в эмулятор. Я самый лучший учитель в мире. Игра запустилась, но для более комфортной игры нужно настроить окно. Заходим в Settings и Size. Выбираем размер окна 3х или 4х. В Output можно менять отображение. Вот так. Также данный эмулятор почему-то настроен на более темную картинку. Чтобы это исправить, заходим в Settings, Video и выставляем гамму на 100%. И все будет пучком. И так-то все готово. Но в этом эмуляторе можно улучшить картинку. В Settings, в списках Filter и Shader есть всяческие настройки. Я выбираю ScaleFX и картинка игры преображается прямо на глазах. Как говорится, сравните до и после. Вот в принципе и все. Благодарю за внимание, лайки, подписки и увидимся в других видосах. Всем пока-пока. Оценивайте мое видео, я так старался. Мне было его лень делать, но я его все-таки сделал. Субтитры сделал DimaTorzok